Дневной разворот Мы еще переброшу маленький мостик с предыдущего часа нашего. Мы вспоминали историю с центром временного содержания для мигрантов. В Кирове вы были в нашем эфире, в нашей студии тогда, когда мы разбирали эту проблему. И проблемы это не нова, не новая. И я бы хотела попросить вас прокомментировать ее вот в каком аспекте. Мы говорили об этом. Хорошо, человек, который там нарушил каким-то образом российское миграционное законодательство или российские уголовные кодексы, подлежит сейчас высылке из России, как нежелательный здесь гражданин другого государства. С ним ладно, с ним все понятно. Но действительно, чаще всего в таких случаях есть семья здесь, на территории Кировской области. И есть дети несовершеннолетние, которые являются гражданами России и которые страдают в тот момент, когда человека высылают. Вот эта проблема, мне кажется, не только для Кировской области актуальна. Она на российском уровне как-то обсуждается или нет? Эта проблема, она очень серьезна и актуальна в правозащитной организации, как общественной, так и государственной правозащитнике. Ее регулярно и периодически обозначают, говорят о ней с привлечением всех заинтересованных лиц и структур, которые занимаются. Это и полиция, это и соответствующие, ну сейчас органы миграционной службы входят в нее, также и государственные органы, и законодательные, представители законодательной, исполнительной власти. Все соглашаются, что отлучение детей и разбитие семьи на длительное время, оно противоречит в том числе и международным основным постулатам и декларациям, в том числе обозначенным в всеобщей декларации о правах человека. Но, тем не менее, пока решение конкретного, сиюминутного предложить никто не может, поскольку здесь есть определенная конкуренция интересов. Причем интересов не только государственных и личных, но и государственных, и общественных, и межличностных. Поскольку, как вы уже правильно сказали, что принимается решение о нежелательности пребывания на территории российского государства, не только в Кировской области, а вообще на территории России, в отношении лиц, которые так или иначе совершили поступки противоречащие законодательству, то есть дискредитировали определенным образом себя, совершили преступления, либо еще как-то более жестко нарушили административное законодательство, и поэтому принимается соответствующее решение. И вот органы, которые занимаются депортацией и выдворением, а это органы полиции и службы судебных приставов, они фактически выполняют судебное решение. И поскольку есть судебное решение, то это судебное решение может отменить только вышестоящий суд. И пока вот этот баланс соблюдения интересов государства и спокойной, благополучной жизни наших граждан, которые, в принципе, имеют право на благоприятное проживание и на изоляцию от людей, которые себя дискредитировали, и вот между их правом находиться в семье, воспитывать детей, а детям находиться с родителями, пока не находят своего конкретного решения. Но я думаю, оно обсуждается, и в том числе с моей стороны были определенные и существуют определенные предложения, в том числе и по вот именно этой формулировке о нежелательности пребывания. Потому что формулировку нежелательность пребывания ее дает Министерство юстиции. И она как бы автоматически распространяется на всех независимой. А она уже влечет чуть ли не стопроцентное решение суда о депортации. — Насколько я понимаю, там со стороны вот этих людей, которых депортируют, есть пожелания, пусть, хорошо, пусть меня вышлют из России, там какой-то период времени я не могу здесь проживать, но пусть дадут возможность хотя бы приезжать, хотя бы раз в год приезжать, чтобы повидаться с детьми. Там вопрос в том, что высылают на 8 лет, а в течение 8 лет человек въехать не может. — Аня, вот в этом плане, вот я так думаю, что конкретно разрешить пока вот такой возможности нет. А найти какие-то компромиссные пути решения для того, чтобы и соблюсти безопасность наших граждан, которые здесь находятся, да, и все-таки соблюсти и обеспечить право на общение с семьей. Вот какие-то компромиссные вот эти вот решения, они должны быть. И мы как бы тоже над этим всем сообщественным, защитным работаем. — Давайте ищите эти решения, потому что действительно иногда такие ситуации, что просто... — Мы вот эти вот вопросы разговаривали, проговаривали, как раз там вот мы, когда месяц назад у нас была, и жена приходила к нам и участвовала у нас через прямой эфир. Но вот пока только рекомендовали, мы уже обращались, рекомендовали обратиться в суд, она в суд обратилась, но, к сожалению, решение устояло. Поэтому вот единственное, да, вот, ну не единственное, а вот такое более-менее нормальное вот такое решение. — То есть можно попробовать найти компромисс? — Реальное, да, это вот, но все-таки это надо делать на законодательном уровне, причем на... — Не вопрос. — На уровне федерации. — Конечно, не вопрос. — Ну, на самом деле меня волнует, волнует эта история серьезнее, чем может показаться, потому что достаточное количество уже мигрантов здесь обзавели семьями и детьми. — Можете себе представить, как эти люди, нарушая закон, живут в Российской Федерации годами и даже десятилетиями, помнишь вот этот случай, когда 20 лет человек прожил там в деревне в Кировской области, и его в прошлом году депортировали, а у него там чуть ли не пятеро детей, а его в носках там забрали, и пятеро детей здесь остаются за нарушение миграционного законодательства. И я не понимаю, почему не защищаются права граждан Российской Федерации, потому что дети и жены имеют право на целостную семью. Это огромная трагедия, не только в финансовом плане там они страдают, а главное, что страдает, вся жизнь ломается у людей. И я не вижу, я не знаю, Александр Георгиевич, вы говорите, мы обсуждаем, но я не вижу, по крайней мере, в информационном поле, чтобы этот вопрос освещался так, что было понятно, что он стоит остро и все силы брошены на его решение. Честно. Мне кажется, что чересчур это все мягко, плавно, бюрократизировано, как-то так это мы подумаем, вот они нарушали, они здесь были. Во голове у Гладова должны стоять дети, должна стоять семья, и дальше уже рассмотрение каких-то вопросов. Почему так медленно этот процесс движется? Вот мне непонятно по-человечески. Я, конечно, не профессионал, я знаю, что есть процедуры, есть законодательство, 10 тысяч бумажек, обсуждений и так далее. Но здесь и сейчас страдают семьи и дети. Это все понятно, но я тоже с вами не соглашусь, потому что у нас есть единичные примеры вот этих разбитых семей. Но есть регионы, где этих мигрантов очень много, это центральный. Даже вот наш, может быть, не сосед, а через сосед, это Свердловская область. От Урала и дальше на восток. Там очень серьезные-то вопросы, и вот действительно, если задаться целью, то давайте вместе тоже, как вы, представитель общественной палаты, давайте, может быть, проведем какое-нибудь тоже заседание и вместе выработаем предложение. А мы можем себе представить, и вообще, кто этим занимается? Есть ли какая-то правозащитная группа, которая непосредственно занимается защитой прав семьи иммигрантов, например, там, да? Я знаю, что в Нижнем Новгороде есть отделение, ну, по крайней мере, мы с ними связывались, когда была вот эта история, про которую я уже упомянула. А в Кировской области, по-моему, нет каких-то правозащитников, которые там непосредственно этой работой бы занимались. Ну, вот той организации, о которой вы говорите, которая бы своими уставными задачами, вот именно, да, провозглашала именно это, вот этого нет. Нет. Этого нет, хотя у нас занимаются и ваши коллеги по общественной палате, да, вот, и ОНК частично этим вопросом занимаются, вот, и мы, поскольку получаем соответствующее обращение. А вот конкретно какой-то вот организации, вот у нас, которая бы защищала эти права, но я пока не встречал. Да и на общероссийском-то уровне, на всероссийском уровне, ты не слышишь, что это как бы такая серьезная. На всероссийском уровне, вот я говорю, что в 16-м году, как раз вот два года назад, в Свердловской области, там было очень большое представительство, в том числе и иностранных участников круглого стола и конференции. Там эти вопросы очень сильно, очень серьезно и громко звучали, вот, ну, этот круглый стол проходил под лозунгом, что не может быть лицо вообще без гражданства, да, и вот как раз эти вопросы тоже поднимались, и соответствующие представители вот этих организаций выступали. Но, опять же, я тоже затрудняюсь, либо они поднимали этот вопрос, значит, в перечне многих, или это был конкретно вопрос, который определенный. Ну, я не думаю, что вот есть конкретная организация, которая занимается только воссоединением семей. Хотя, ну, давайте посмотрим. Да, ну, надо вспомнить, я специально, конечно же, так нажала, потому что, конечно, надо вспомнить элементарно Соединенные Штаты Америки. Можно, не углубляясь в изучение этого вопроса, там, как документалист, достаточно вспомнить художественные фильмы, огромное количество сериалов, где проблемы с мексиканцами и с другими иммигрантами. Там, в итоге, если находят, то выселяют всю семью. И рожденных в США детей, и все, что там приобрелось, не задумываясь, страна, которая передовой считается в соблюдении прав человека и так далее, она выселяет. Нет, но при этом, Светлана, там есть много методов. Светлана, у нас никто не препятствует семье выехать вслед за главой семьи. Все понятно. Все понятно. Вопросов много, начиная от того, чего они там будут заниматься, заканчивая вот этой последней нашей историей, которую мы... Представляете, если бы у нас еще выселяли? Которую мы разбирали, Александр Георгиевич, там супруга, извините, она рассказывала о том, что у нее ребенок инвалид. Куда она поедет в чужой стране с ребенком инвалидом? И это я говорю как пример о том, что если препятствий нет, то если есть куда ехать, то действительно может, но выселять, я думаю, что это не выход. Вот, сейчас прервемся на этом вопросе и продолжим наш разговор с Александром Пановым, уполномоченным по правам человека в Кировской области, буквально через полминуты. Продолжается программа «Дневной разворот» деятельности полномоченного по правам человека в Кировской области. За этот год мы обсуждаем с Александром Пановым. По мигрантам, конечно, мы заканчиваем, мы сворачиваем эту тему. Понятно, что наш регион там не на пике, не на стрее обсуждения этой проблемы находимся, потому что мы не Сибирь, не Дальний Восток, где серьезно очень стоит эта проблема, да, и не за Урале, но, тем не менее, мы понимаем, что эти случаи, хоть и единичные, в Кировской области бывают и видно все равно, хоть я и сказала, что недостаточно, потому что очень жалко детей и очень жалко жены. Но проблема существует. Да, проблема существует, и это, конечно, нужно решать. Дальше, давайте поедем. Вы до эфира нам перечислили очень много тем, явно мы все их не обсудим, но одну из очень важных тем, которая вот тоже не сходит со страниц СМИ и обсуждения общественного, это обеспечение людей жильем, людей, которые проживают в ветхом жилье. Ну, аварийное, правильно говорить, аварийное, да, потому что аварийное жилье есть законодательное определение, а ветхого еще пока нет, поэтому... Да, Александр Георгиевич, давайте просто напомним, вот что с этой ситуацией происходит. У нас на конец этого года должна была быть закрыта программа, которую мы еще в 2017 году должны были закрыть по переселению. То есть те люди, которые встали в список, зарегистрировались как жители аварийного жилья до января 2012, по-моему, года, они все должны были быть переселены до... До 1 сентября 2017 года. До 1 сентября 2017 года, потом давали отстрочку, и в конце концов, вот до конца этого года все должно было быть. Что сейчас происходит с этой историей? Сейчас всех переселили? Там, по-моему, 900 человек где-то вот на конец года. Не всех, сразу скажу, не всех, но правительством области предпринимаются очень серьезные такие шаги по реализации тех обязанностей перед гражданами и перед федеральным центром, который выделял эти деньги. Это аварийное жилье строилось на деньги Российской Федерации, это федеральный бюджет. Вот для того, чтобы исполнить все свои обязательства, и люди, наконец, выехали из своих разваливающихся, разваливающихся и опасных для проживания, для жизни и здоровья, соответствующие нормальные условия. Мы успеваем? Значит, мы пытаемся успеть, я как присутствующий член рабочей группы, поэтому практически каждую пятницу у нас проходит ВКС, также мы совместно с представителями законодательной власти, с представителями министерства строительства, работники моего аппарата выезжают непосредственно на места строительства этих домов, и вот как бы штурмуем. Но ситуация в чем? Потому что сейчас зима, и зачем нам тратить деньги для того, чтобы потом ремонтировать это все? И поэтому сейчас, в принципе, достигнуто соглашение, в принципе, нас поняли, потому что не всегда виновата в этом была власть. Ну, тут комплекс вот этих причин, почему мы не построили. Нам продлили. Как бы, ну, уже продлили, но мы все равно, как бы, ситуацию эту должны закрыть к концу года. К концу года должны закрыть эту ситуацию, она находится у меня, вот в пятницу. В эту, вот, когда мы с вами здесь находимся, соответствующие вот контрольные проверки, они у нас на севере, в Лузе, под Осиновцы, на Шабалинову вот уехали, сейчас вот смотрят. Прямо сейчас происходит. Вместе с застройщиками, да. Как вот это все строится, и самое-то главное, нам не допустить вот действительно штурмовщины и ненадлежащее качество, чтобы потом эти дома развалились и были опять жалобы. Больше скажу, значит, о том, что вот программа аварийного, переселения из аварийного жилья заканчивалась в 17-м году, многие, но не многие, некоторые представители муниципальной власти лакировали вот действительность, не включая вот уже действительно распадающиеся дома в перечень аварийного жилья. Не надеясь, значит, получить соответствующую сумму на строительство или показать тем, что вот у меня все под контролем. А когда деньги реально начали выделяться, и люди пошли, были и судебные решения, и прочее, и прочее, вот и наши сейчас задачи, мы поняли, и не только наш регион, но и вся Россия поняла, что проблема аварийного жилья, она, если не постоянная, то долговременная, и поэтому какие-то вот программы, они действительно нужны, но это как этапы. Вот у нас прошел первый этап, под который были выделены деньги до 17-го года, и вот после, перед, вот по 16-му году в своих рекомендациях и в своем ежегодном докладе совместно и с представителями исполнительной власти, законодательной власти, нашего областного законодательного собрания мы обращались в федеральную структуру о том, что эту программу необходимо в том или ином виде продлить. И по итогам прошлого года мы говорили, что надо продлевать, и в итоге вот буквально на днях все как бы свидетели, и конференция президента была, и информационные агентства тоже сообщили, что сейчас ведется формирование перечня аварийных домов до 17-го, до 1 января 17-го года, который не будет. И опять, да, вот на этот пятилетний период опять выделяются соответствующие деньги до 19-го, опять на, ну, на следующие, на следующие годы. Я так думаю, что вот эти вот этапы, они уже как бы отрабатываются, и будет вот это вот продолжено. Сейчас наша задача, вот единственная, это, ну, может, не единственная, а основная, это то, что выявить все аварийное жилье, чтобы потом вот люди приходили, потому что вот если вы посмотрите примеры моих докладов, да, или на сайт у меня зайдете, буквально почему-то упрямятся главы администрации, уже сами вместе с ними выходишь, пальцем протыкаешь эти стены, но они упорно говорят, что жилье хорошее, вот, и это было и в Верхнекамском районе. Сейчас вот в Апарино, буквально перед нашей с вами встречей, пришло письмо, пришлось подключать прокуратуру, потому что трижды дом жилой признавался годным для проживания, все-таки его признали негодным, и таких примеров очень много. Почему противятся главы администрации, потому что это их головная боль? Да, понимаете, вот эта программа, она была, вот, на федеральных денег, она вот одна пока у нас была, то есть это единственный пример был, когда выделялись федеральные деньги на расселение аварийного жилья. Все остальное переселение из аварийного жилья, это финансовая ответственность муниципалитета, вот, и денег, естественно, нет. И никто не знал, продлят программу, не продлят федеральную. Продлят, не проглят, ну вот я еще раз говорю, ну нету денег, ну по суду тоже все не построишь. У нас очень много исков судебных о переселении, в том числе из аварийного жилья, не исполняется даже по городу Кирову, вот я приводил пример, там мы на 1 января 2018 года закрыли только половину 2014 года исполнения судебных решений. Это там, где деньги выделяются, а во многих районах вообще не предусмотрена программа. Видите, Александр Георгиевич, Владимир Владимирович сказал, что в Российской Федерации в таком-то 20-м году все ветхое аварийное жилье должно исчезнуть, и люди должны жить в нормальных квартирах. Это один вопрос с финансированием. Мы видим, что федеральные программы пошли, и не только по этой истории. Самая большая проблема вот сейчас, это то, действительно, о чем вы сказали, в каком виде сдается уже профинансированное жилье. И вот здесь скажите, какой инструмент наиболее эффективным, вы считаете, можно использовать, эффективно использовать, чтобы не допустить сдачи такого жилья? Потому что мы знаем много вот этих проблем, о которых вы говорите, что муниципальные служащие лакируют по разным причинам. Кто-то связан какими-то неправильными, незаконными связями с застройщиками, выделение денег. Кто-то просто боится потерять место. Кто-то не видит другого выхода, и еще что-то. Но вот кому-то надо быстрее, быстрее, быстрее дать отчитаться. За это время какой-то выявлен инструмент, который будет способствовать тому, чтобы происходило такое. Уважаемые друзья, я еще раз скажу. Я к общественному контролю вас склоняю, может быть. Я не знаю. Общественный контроль, как без вас-то обойдешься? Мы обязательно его используем. Тем более, вот по закону, в том числе по законодательной инициативе, которую я иницинировал, поскольку являюсь... И вот я сейчас являюсь инициатором возбуждения процедуры общественного контроля. И вот благодаря, в принципе, нам вместе с вами, на какое-то время, я думаю, все-таки до конца вопрос решится, это по поводу общественного. Все-таки мы поддержим людей, которых заставляют дважды платить за отопление, причем за отопление, которое они не получали за ту услугу, которая не была оказана. Это речь идет о гражданах, которые установили автономные источники тепла. Это несколько районов Кировской области, да? Да, это в основном. Когда им выкатили огромные счета совершенно через несколько лет. Понимаете, тут мы ударились в комплекс, как сдать жилье вовремя и хорошего качества. Знаете, мы сейчас вышли вот на вот этих встречах, на обсуждениях, вышли на то, что у нас просто-напросто не хватает грамотных специалистов. У нас нет каменщиков, да, если кто-то там может поднести цемент, размешать песок, раствор сделать, а вот каменщик, вывести стены, все, и вот как? Значит, тут уже опять другая проблема. Опять вот выходить на профессиональное образование, на закрепление кадров, на заинтересованность их и на стимулирование. Вот, и вот здесь... Такая ситуация в дорожном строительстве. Дожили, слушай, дожили. Такая, деньги есть, программа есть. Почему мы не успеваем? Это не потому, что, например, денег нет, или не потому, что власти что-то не хотят. Или не потому, что Козла проторговали, да? Нет, да, потому что специалисты, вот действительно, они на расхват. И вот этот вопрос, кстати, вот у нас в ноябре был координационный совет под, значит, председательством Татьяны Николаевны Скальковой, полномоченного по правам человека в Российской Федерации, где мы обсуждали проблемы реализации права на образование, в том числе и на профессиональное образование. Вот, то есть там очень тоже большой пласт проблем для того, чтобы все-таки мотивировать и преподавателей, и специалистов, мастеров передавать свои навыки профессиональные молодому поколению и задержать-то людей, чтобы они не уходили там ни в чиновники, ни в бизнес, ни в юристы, финансисты, экономисты, психологи, а чтобы вот они оставались так. Но вот определенные такие консолидированные рекомендации мы выработали. На встрече с нами были и представители Министерства образования и образованного сейчас науки и высшего образования тоже Министерства, и Рособорнадзора, все с этим согласны. Но а мы по реализации вот этих программ, пусть областные, пусть федеральные, встречаемся вот с такой проблемой тоже. — Безусловно. Я хочу обратить внимание, вы упомянули свой сайт, хочу обратить внимание наших слушателей, адрес сайта ombudsman.kirov.ru, он очень плотно так заполнен, я хочу сказать, Александр Георгиевич, да. То есть через этот сайт можно с вами связаться? — Со мной можно связаться. — И то телефоны указаны, и мейл здесь есть, и прочее. — Активно поступают, кстати, к вам вот такие обращения прямые от граждан? — Активно. Активно, потому что вот мы все пытаемся как-то вот регулировать этот момент, но не удается. Вот у нас все равно. Я проводил анализ по прошлому году, да. Мы где-то, если в среднем разбить, в Приволжском округе мы занимаем третье-четвертое место по количеству обращений именно в аппарату полномоченного. В этом году уже более 1700 обращений, в прошлом году было 1684. Ну, примерно одинаково, потому что перед этим в 16-м году было 1735. Ну, где-то вот стабильно, да, и вот как бы приостановить, ну, не получается, хотя вот желание-то есть вот без вот этой бюрократии. — Александр Георгиевич, можно как-то структурировать вот эти обращения, посмотреть статистику, по каким вопросам больше, меньше и так далее поступает? — Давай мы это сделаем после небольшого перерыва. — Александр Панов, уполномоченный по правам человека в Кировской области, здесь у нас в студии. Мы до перерыва говорили, что поступает в среднем около 1700 обращений в год в аппарат уполномоченного по правам человека. — Это по 5 обращений в день, считая выходные. — И в этом году примерно такая же история. — Да вы что? — 4, 5, 4, 5 обращений в день. Вот так вот. — И вот сайт еще раз, ombudsman.kirov.ru, там есть телефоны, там есть e-mail, можно связываться и обращаться. И мы хотели разобрать, по каким, собственно говоря, вопросам поступают эти обращения, чтобы уже понять... — Чтобы люди понимали, с чем можно приходить к Александру Панову. — С чем можно приходить. А еще, чтобы мы тут увидели, что больше всего тревожит. — Ну, обращаются к нам, ко мне, в мой аппарат люди по любым вопросам. Потому что любой вопрос и любая проблема, которая возникает, она, естественно, нарушает какие-либо права или нарушает какие-либо интересы законные. Поэтому мы не разделяем, как бы, у нас нет никакой вот именно градации, эту жалобу мы примем, эту не примем. Мы принимаем все, и по мере изучения ситуации мы пытаемся найти какое-то решение. Ну, а вот из того количества обращений, которое вы говорите, оно, вот мы примерно проанализировали, оно, вот этот расклад остается примерно одинаковым. Наибольшее количество обращений — это социально-экономические права. В основном они касаются жилья и жилищно-коммунального хозяйства. Это вот мы уже говорили. — Ветхое аварийное жилье. — Из аварийного жилья до стройка, возведение жилья для детей-сирот, получение жилья по решению суда, жилье для инвалидов, вопросы капитального ремонта, индивидуальные источники отопления. Тарифы сейчас очень серьезную вызывают озабоченность. И причем вот наше вмешательство говорит о том, что не во всех случаях действительно тарифы и исчисления сумм за коммунальные услуги, в основном за отопление, проведено верно. У меня даже есть определенные примеры. Они на сайте, кстати, тоже выложены, где мы добиваемся и снижения тарифов. Вот характерный пример — это вот из Коминтерна, улица Зеленая, граждане обратились, не согласны с тарифами на отопление. Там новые дома были. И там вот я даже себе записал. — У них там своя какая-то котельная, да? — Да, там была своя котельная. И тариф был 3635 рублей за гиллокалорий. И вот после нашего вмешательства, после того, как администрация все-таки подумала, что это действительно не так, он был снижен до 1800. — Я, насколько помню, в Кирове сейчас где-то вот как раз 1700-1800 где-то за гиллокалорий. — Да, там было 3600. — Да, там было 3600. — В два раза больше там было. — Да, да, вот там в два раза. Вот все-таки вот действительно мы с этим вопросом тоже решаем. И вопросы у меня очень серьезные. Но вот Светлана в этой теме, это мусорная реформа, тоже очень непонятно. — И Аня тоже в теме, да. — Ну, все мы в теме, да. — Нам это всем предстоит, а вам предстоит разбираться с большим количеством жалоб, которые при любом совершенно решении к вам пойдут. — При любом решении они пойдут. Они уже сейчас идут, они сейчас идут, потому что при выездах на места, посещая районы области, потому что для них это вообще новое и непонятно, почему. Я сельский житель, который прожил там 40, 50, 60, 80 лет, я все держал в чистоте. — Все сжигает. — Я все, если не сжигал, то там в месяц или в две недели проходил какой-то трактор, за который мы платили, мы туда сбрасывали и все. А теперь нас заставляют ставить мусорные баки, мы туда должны выбрасывать. Там есть и кошки, и собаки, и лисы, и вороны. Говорят, ну о чем это говорит? Говорить о том, что это приведет к улучшению экологии вообще не стоит, поэтому люди-то вообще не понимают. Но вот как она пойдет, мы пытаемся разобраться и с Министерством энергетики, и ЖКХ, и природопользования, природопользование наше экологическое. Ну вот, не знаю, у меня очень большие, так сказать, сомнения, тревожно, что все ли мы делаем правильно. — Так, права, связанные с жильем, там и коммунальными услугами, это раз. — Ну, дольщики у нас еще очень серьезно, да, мы все обманутые дольщики. — Улучшается ситуация в этой сфере или нет? — Ну, если говорить, вот положа руку на сердце, то слабая динамика идет. Конечно, дома строятся, но те законы, которые мы принимаем, они очень сложно найти поддержку, поскольку вот именно преференции-то даются застройщикам, которые достраивают уже дома, за счет выделения земельных участков. А у нас в Кирове практически таких участков, которые бы смогли откупить, их очень мало. И вот сейчас в этом плане ведется как бы работа. Мы сейчас еще очень серьезное внимание обратили на все-таки договоры страхования, потому что люди страхуют, вернее, не люди, люди отдают деньги, а уже страхуют свою гражданскую ответственность за стройщики. Но ни одного примера, чтобы эта страховка сработала, ее нет. — Деньги платятся за стройщиками большие. А сейчас по последней информации, вот сейчас мы тоже проверяем, даже у той организации страховой была отозвана лицензия, она, по-моему, единственная в стране вообще была. — Там много проблем со страховщиками, потому что крупные страховые компании не берутся вообще страховать. Тем не менее, эта проблема, которая свалилась на наше министерство строительства, она тоже решается. Мы постоянно в контакте. Мы пытаемся найти в том числе и другие механизмы помощи дольщикам. Не только, как бы, вот, собираясь у Владимира Владимировича Климова, кстати, нашего первого полномоченного по правам человека, вот, тоже мы... — Ныне главного федерального инспектора. — Да, главного федерального инспектора. Он говорит, давайте, просмотрите, может, людям где-то ребенка в садик устроить, где-то там какую-то компенсацию за аренду квартиры и прочее. Но вот мы эту работу проводили длительное время, но вот народу надо все-таки дайте мне квартиру. — Это адресная помощь, а ситуация системная. — Но все равно у нас этот список, он сокращается. Другое дело, что он не отображает именно объективную ситуацию. — Реальную картину он не отражает. — Потому что туда не все дольщики попадают. — У нас остается 4 минуты до завершения эфира, мы застряли на ЖКХ. И это понятно, там все время застреваешь. Я даже хотела задать вопрос, жалуются ли на фонд капремонта, но не... — Жалуются, жалуются. — Если так говорит Александр Падов. — Потом как-нибудь при случае разберем. Давайте еще пройдем по другим каким-то категориям. — Ну, это медицина, это все-таки у нас очень много, потому что медицина, здоровье касается всех. Очень серьезные мероприятия идут. Но, опять же, тоже многое зависит от того, чтобы провернуть это в районах. И поэтому я вот из Слободского района приехал, там люди, причем не один человек, а много, пришли и жаловались на то, что они не могут попасть к кардиологу даже полтора месяца. За полтора месяца, хотя там определенные, по-моему, 14 дней надо узких специалистов ждать. По лекарству тоже у нас есть проблемы, которые, опять же, с субъективным вопросом связаны. Потому что я и с Министерством здравоохранения, и с курирующим заместителем на тему разговариваю. И вижу реальную картину, потому что я вхожу в координационный совет того же ФОМС, который у нас будет в пятницу. Все как бы обеспечено. Но где-то нет, где-то есть. И вот эти моменты тоже надо наладить. Значит, по инвалидам мы все время занимаемся по инвалидам. Доступная среда у нас в области одна из слабых. Самых недоступных. Но из 85 субъектов по независимым рентингу мы занимаем 75 место с 2,6 место. А если еще, Александр Георгиевич, снять лаг, как вы говорите, достаточно взглянуть на все эти пандусы прекрасные, которые везде размещены, которые невозможно заехать и съехать с них тоже невозможно. И он опирается в тупик. Ну тогда можно вообще. Да, вот мы когда проехали, в том числе и с представителями Народного фронта смотрели, и с общественной палатой, много денег действительно тратится, но лишь бы отчитаться. А ни этот лифт не нужен, ни этот подъемник не нужен. Или, может быть, он нужен, но его сложно эксплуатировать. Или он построен, но не работает. И сейчас по указанию губернатора рабочая группа по доступной среде, вот буквально вчера было заседание, я там тоже участвую. Второе заседание было с приглашением как раз и инвалидов, и общественного совета при Министерстве социального развития, и соответствующих структур. Было и Министерство дорожного строительства, и Министерство строительства, и Министерство ЖКХ, и представители городской администрации. И вот мы там вот эти вопросы решали. Я думаю, давайте начнем хотя бы с конкретных вопросов. Пока выработаем стратегию, то есть два таких направления, что нам надо. И те вопросы, которые не прорабатываются. Вот автобус, например, ходит в течение трех часов, давайте, чтобы он ходил в течение часа. Вот это отследим. Это мы сейчас про автобусы, которые протезом предприятия уходят, говорим? Нет, вообще про те автобусы, которые низкопольные, которые доступны для людей с ограничениями в движении. И там у нас уже работает и мобильное приложение, но у них у всех оно есть. И как раз вчера очень такой заинтересованный, очень серьезный такой разговор-то состоялся. В общем, автобусов просто надо больше, вот и все. Тогда они будут ходить чаще. И еще успеем озвучить какую-то тему? Уже нет, нам показывает звукорежиссер. Но мы тут уже в перерывах, конечно, с Александром Георгиевичем договорились прямо на начало будущего года о ряде встреч. Во-первых, понятно, что нужно провести такой ликбез, а, собственно говоря, по каким таким правам человека можно обращаться. Это первое. Да, это первое. Причем мы сделаем такой ликбез и для взрослых, для нас, и для детей наших в открывашке такую историю сделаем. И, естественно, по каждой категории вопросов, которые сегодня Александр Георгиевич озвучил и не успел еще озвучить, мы будем встречаться на регулярной основе в будущем году. Да, конечно. У меня будет готов деклад, по итогам уже там будет конкретный цифрами, с фактами, с примерами, который будет представлен и губернатору, и нашему законодательному собранию. Это когда вы планируете представить? Значит, планирую в марте, потому что по закону до первого марта мы его должны написать и отпечатать, а в марте, ну, там в зависимости от работы, от графика работы, да. И по этому поводу тоже встретимся. Спасибо. Ну, я думаю, что тема мусора тоже на нашем контроле. Это, безусловно, в январе будет одна из главных тем. Любую тему, которую не затроньте, все равно это везде задействовано. Александра Панова, уполномоченного по правам человека в Кировской области, мы благодарим. Светлана Занько с вами прощается. Я не прощаюсь, вернусь через 20 минут в особом мнении с Андреем Мусенко. Тоже с итогами года. Тоже с итогами года. До свидания. Всех с наступающим. Субтитры создавал DimaTorzok